Всем добрый день и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я покажу, как собираю черепашку. Уже довожу ее до состояния полной готовности. Итак, нам понадобится шляпка, панцирь, сама черепашка. Так она у меня сделана. Еще какой момент. Для того, чтобы она держала форму, не падала и ее не пришивать, я завожу в туловище, в шею черепашки, я ввожу проволоку. И она получается как бы на каркасе. Мы сгибаем и теперь уже она держит хорошо форму. Также нам нужны, если кто-то решил сделать, я постараюсь ссылочку дать на мастер-класс. Ну, как я их делаю? Я конкретного не даю описания, но приблизительно объясняю, что и как. Потому что вот они у меня все разные. Нет конкретного описания. Нужны глазки. Но это вот для того, для оформления мордочки. Глазки я использую кристальные с шайбами. Они идут вот такие глазки с шайбочками. Можно их, когда готова черепашка, вот эта часть, вставить глазки и закрепить шайбочками. Можно, вот вначале я, как первое самое делала, я просто обламывала и приклеивала. Но это в том случае, если черепашка не попадает в руки ребенку. Если она используется как интерьерная игрушка, допустим. Либо как игольница. В случае, конечно, если ее дают ребенку, то нужно сделать вот такие глазки с шайбочками. Либо есть еще типа пуговочек. Они пришиваются. Ну, тоже поплотнее пришить. Синтепон или синтепух. У кого что есть. И еще один момент. Я не использовала пока только. Вот купила. Вот такие. Это вроде бы как бы пучками для наращивания ресниц. Реснички. Вот взяла попробовать. Ну, для оживления личика, чтобы было более естественно выражение, нужно еще приклеить реснички. Вот где-то за глазик завести. Тогда будет еще интереснее смотреться. Более живое личико. Нитки можно использовать любые. У меня это веревка для белья. Распущена и вот продета. Прямо вот так вот. Несколько прядочек сделано. И здесь я буду формировать прическу, чтобы спереди была прическа. Из-под шляпки выглядывала. А сзади там уже посмотрю, как будет. Итак, наполняем панцирь черепашки. Так, да, еще забыла. Вот нам нужно. Это вот новое, что я придумала. Дно брюшка у черепашки впервые еще делаю. Вот такое. Было у меня вот такое. С обратной стороны, если посмотрим, лапки ввязываются, пришиваются, вяжутся и пришиваются отдельно объемные. Здесь вот такой совсем нету ничего. Просто вот кружево обвязано. А теперь я решила сделать вот такую форму, для того, чтобы когда приложить панцирь, у нас уже готовые были лапки. И так мы... А, да, еще забыла момент. Для того, чтобы брюшко, вот здесь можно понаблюдать неровное, чтобы оно было ровно, из-под коробочки, вот, селедка, плотная очень. Я вырезала чуть-чуть поменьше размера нашего круга, нашего донышка, немного овальное, так как хочется мне ее подвытянуть, и чтобы черепашка была немного вытянута. Итак, приступаем к наполнению. А это для того, чтобы она ровно стояла, чтобы не прогибалась сюда брюшко. Приступаем к наполнению панциря. Вот я туда проталкиваю синтепон, как можно плотнее. И прикладываю вот сюда. К нижней части сейчас буду по краю. Но это я делаю впервые. Так я обвязывала крючком, а теперь впервые буду шить, пришивать, чтобы по краю было незаметно. Я взяла из-за нить, что ли? Ой, нет. Ну, вот такая вот... Забыла. Нить для вышивки бисером. Не помню, как она называется. Но вот она прозрачная. Или можно использовать даже леску. Потому что я вышивала леской тоненько. И картины были незаметны. И по краю сейчас... Вот, наверное... Вот от лапки пройдусь до передних лапок. Нет, наверное, все-таки... здесь оставляю расстояние для того, чтобы пришить голову, с шею вшить. И начинаю вот здесь вот все, чтобы было пришито. А потом... Потом отдельно голову начнем пришивать. Но нам нужно будет еще донаполнить, чтобы было плотно. И еще один момент. Для того, чтобы иголочки не тупились, если кто-то будет делать как игольницу, то сюда можно засыпать рис. Но это, конечно же, уже только пришить, а после насыпать рис. Как бы вот... Слышала я, что если рисовые подушечки для иголок, то они как бы помогают... Ну, как бы вот... Задействуют тому, что иголочки, когда прокал... Ну, вот их хранятся, просулываешь их через рис, иголочки как бы подтачиваются. И также это препятствует влаге. Раз рис как бы впитывает в себя влагу, то можно наполнить рисом. И я приступаю к пришиванию черепашки. Вот. Получается, что шва совсем не видно. Вот видите, через край прошито совсем нисколько незаметно. и теперь в оставшуюся вот в эту часть нам нужно еще наполнить синтепоном. Кто чем наполняет, чтобы она стала более плотная. А точно так же можно сюда засыпать рис. Вот. Вот. Получается. Теперь уже расходиться начало здесь. Теперь всовываем шею и начинаем аккуратно пришивать вместе, соединяя все эти части. Аккуратно смотрим, если, мало ли, вдруг нужно еще наполнить, можно еще добавить сюда наполнителя. Ну вот у меня черепашка готова и теперь я приступаю к оформлению шляпки. Вот волос и шляпки поаккуратнее укладываю, как-нибудь придаю форму волосам. Можно заплести косичку. Различно можно. Вот у этой черепашки, я уже говорила, из шерсти для валяния сделана прическа. Итак, закрепим волосы. Шляпку тоже для того, чтобы она не мялась, когда находится на голове у черепашки. И нам нужно наполнить тоже синтепончиком. И теперь уже пришивать. Вот по краю здесь нам нужно ее аккуратно пришить. Прямо вот с этой стороны, с внутренней, вернее с наружной, точно так же незаметным швом мы пришиваем шляпку к голове. А здесь можем либо сформировать прическу после того, как пришьем шляпку, либо можем шляпку, допустим, зафиксировать на булавочке к голове. Фиксируем так, чтобы синтепон не выглядывал. Мама! Мама! И теперь можем с волосами закончить, навести красоту вот уже здесь. Либо я сделаю, посмотрю, сделаю как бы вот шишечку, либо с клеем здесь уже их нужно будет закрепить, либо ниточками. Посмотрю. Ну и продолжаем. Моя черепашка готова. Так она выглядит. Приделала и приклеила еще реснички. Но реснички не те, которые я показывала вам. Вот не эти, так как. Вот смотрите. Попытаюсь, не знаю, насколько, не знаю, как их нужно отсоединять здесь. Вот у меня вроде и пинцетик тоненький. И когда я их соединяю, они становятся, ну, портятся. Уже форму свою теряют. Того, что вот они такие аккуратненькие, тоненькие. Вот приклеиваем. Вот, вернув их на место, вот мне уже форму потеряли. И уже они не такие красивые. И причем вот для такой игрушки, это, наверное, если куклы Амигуруми или там еще какие-то совсем маленькие игрушечки, то, возможно, и подойдут. Как-то, может быть, нагревать нужно их для того, чтобы достать или чем-то специальным капать. Но я не знаю. Итак, у меня были реснички другие. Вот я их приклеила. Так они выглядят. Не совсем, конечно, ровно, но волосы зафиксировала тоже лесочкой, вот этой вот ниткой. И еще, если кто-то пожелает, то можно по краю, вот здесь, пройти каким-либо узорчиком, крючком обвязать. Будет тоже интересно. Причем связать, допустим, выбрать какой-то один из этих цветов и обвязать одним цветом. Либо вот желтым, либо зелененьким или сиреневым. И украшение какое-то даже. Ну, хотя сильно пестро тоже, но немного можно украсить. Вот такие черепашки. Если вам нравится, изготавливайте. Радуйте себя и своих близких. Я считаю, что для любой рукодельницы вот такая черепашка-игольница или черепашка в интерьере будет очень приятно любоваться на нее. Мне они очень нравятся, что-то я так неравнодушна к ним осталась. Ну и всем спасибо за внимание. До новой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok